Приветствую, дорогие друзья, и сегодня я хочу рассказать вам об одной очень полезной каше, на которую я подсела и подсадила всю свою семью, потому что, как я уже сказала, она невероятно полезная. И говорить мы с вами сегодня будем о киноа. Сразу хочу сказать, что это не зерно, как многие думают, а семена, которые очень богатые белком. Интересно, что по ботанике киноа считается близким родственником свеклы, шпината и лебеды. Итак, первое, что хочу сказать, киноа содержит очень большое количество белка. Он содержит все 9 аминокислот, которые мы должны получать из белковых продуктов, поэтому он незаменим для вегетарианцев. Также в нем большое количество клетчатки, что выступает как такой ершик для кишечника. Очень хорошо его прочищают, очень полезно. Является очень мощным антиоксидантом и защищает от болезней сердца. Также подходит для людей с непереносимостью глютена, потому что его там нету. Укрепляет иммунитет, восстанавливает гормональный фон, понижает концентрацию холестерина и повышает уровень гемоглобина, выводит из организма токсины, а также ускоряет регенерацию тканей. Киноа очень полезна для людей с сахарным диабетом, с болезнями сердечно-сосудистой системы или с лишним весом. Если есть его регулярно, то он придает прочность костям и может служить для профилактики артроза, артрита, остеопороза. Укрепляются волосы, перестают выпадать и они становятся такими крепкими и блестящими. Кожа становится эластичной, укрепляет нервную систему и очень благоприятно воздействует на психику, убирает бессонницы, активирует гормон радости, повышает настроение, избавляет от стрессов и насыщает организм энергией. Вот по этой причине я и вся моя семья и подсели на кино, но, конечно же, спешу сказать и о противопоказаниях. Не стоит употреблять кино при индивидуальной непереносимости, при холецистите, панкреатите, обострении язвы желудка, гастрите или детям до двух лет. Также с осторожностью следует употреблять при подагре, желчнокаменной и мочекаменной болезнях. Варится он очень просто. На одну часть крупы берете две части воды, ну то есть где-то 200 мл воды на 100 г киноа. Доводите до кипения, после накрываете крышкой и ставите на медленный огонь, на котором варите киноа около 10 минут до полного впитывания жидкости. Все, после этого можно есть. Продолжение следует...